Сейчас вместе с комиссией мы находимся возле дома на Котовского, 60. Он 59-го года постройки. Это первый капитальный ремонт за все время. Уже сделаны крыши, обновлены сети электроснабжения, заканчивают бригады фасадные работы. Объект приняли в плачевном состоянии. Штукатурка была разрушена, частично кладка была разрушена под штукатуркой. После демонтажа штукатурки занимались ремонтом непосредственно кладки. Проблемных моментов я не заметил, честно говоря. Если смотреть с позиции, то, что выполняли работы. Тут была отзвучена проблематика, которая была с тем или иным подрядчиком. Была замена подрядчика сейчас по теплоснабжению. Будем смотреть и наблюдать за тем ходом выполнения этих работ. Побывала комиссия сегодня и в Тюменском районе. Мы в поселке Яр возле дома источник 6. Здесь строители отремонтировали крышу, обновили кирпичную кладку. И сейчас работают в подъездах. Произвели замену в обоих домах. Замену в РУ. Наружное придомовое освещение. Это уже закончено. И сейчас выполняются работы по замене кабельных линий. Всех силовых, питающих. На квартиры получатся 4 распределительные. Министерство строительства Российской Федерации выпустило изменения в федеральный закон. И позволило нам применять до 30% увеличивать стоимость материала. И если действительно стоимость материалов выросла. Поэтому мы пользуемся этим постановлением правительства 1667. Кроме того, мы один из регионов, который выдает авансы на производство работы. В этом году в Тюменской области капитально отремонтируют 400 домов. Все идет по плану, как говорят по графику. Собираемость взносов собственников на капремонт высокая. Тем не менее, задолженность превышает 200 миллионов рублей. Только 4% жителей региона сегодня открывают на такие цели специальные счета. Остальные предпочитают копить деньги на капремонт на счете регионального оператора. Татьяна Воротилова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.